Хочешь поймать рыбу мечты? Да так, чтобы затея не доставила хлопот. Представь, ты приезжаешь на водоем, а там тебя ждет профессиональный гид. Оборудованная лодка, комплекс снастей и водоем полной рыбы. Ты будешь удивлен, но это реально. Заходи на портал рыбалкосгидом.ру, выбирай гида в удобной тебе локации и отправляйся на рыбалку мечты. Ням, ням, ням. Волга большая, глубокая, с корягами. Поставлю самые очень мощные, очень острые крючки. Блин, я хочу сам бежать ловить. Корягу дайся, что ли? Судака на пятнашку. Ну, конечно, не пятнашка, как мы стояли, мечтали. Что творит этот парень, просто сидя? Я вообще не понимаю, как человек может сидеть, ловить с таким хмурым лицом. Ветер пока речи дает. Хороший парень. Глядя, глядя, глядя. А уже видите вес? Твоими руками другу снарядил приманку. Поклевка как бы, ложи. Привет, друзья. Думаю, многие из вас не раз были в Астраханской области или думают о том, чтобы туда съездить. На машине из Москвы туда ехать 16-18 часов. А если с лодкой, то и все 20. Мы же, имея в запасе всего пару дней, решили лететь на самолете и отправиться на рыбалку с гидом прямо в городской черте Астрахани. Ну что, ребят, давайте. Начало без соплей. Мы уже в Астрахане. Сейчас время 5 часов вечера. В 12.10 по московскому времени мы сели в самолет. То есть сейчас по Москве 4 часа дня. Мы уже в Астрахане. Мы уже в лодке. В гостях у Толи Огнева. Астраханский хороший человек. Посмотрим, насколько он, как бы, обещал он нам фотки присылал. Такие, что это. Толя, все на камеру заснято. Без проблем, сейчас поедем искать крупного судака. В смысле искать? Он сказал, пацаны... Да, точнее он есть, сейчас поедем его ловить. Во-во-во-во, вот так вот. А без камеры вообще тяжело. Такие вот, такие приманочки всего на всего маленькие. Ультра-аджик, короче, у нас. Да, в общем, хороший судак льет там 6,5 плюс дюймов приманки. Сколько нам идти? 15 минут. 15 минут. Ну, плюс-минус. 10-30 такие немножечко. Ну, вы же понимаете, там все места и все такое. Вот, поэтому я думаю, ну, в 6 часов вечера точно вы увидите, как мы тачим первого судака. В общем, рыбалка с гидом. Астрахань, Толи Огнев. Женька, мой товарищ, который опять меня в очередной раз вытащил. В 35 градусов жары. Вот. Но, как бы, Толи на фотографии, то, что он ловил последние 3 дня, они, ну, тяжело, тяжело удержаться. Шансов не оставить. Прилетели в пятницу в обед. Вечером, в воскресенье должны быть в Москве. И в понедельник можно смело идти на работу. Вот, все расскажем, что сколько стоит, как прилететь, где остановиться и все прочее. Вот, там, кстати, вот, видите, это наш гостиница. Там прям подход с водой. Относительно демократичные цены, как бы, ну, съедобный завтрак. Единственный минус, она как бы не рыболовная и с утра пораньше вас не покормят и с собой не заберут. Ну, есть такие нюансы, так что заехать в магазин, купить и пораньше выйти. Сейчас самое главное, пошустрее выскочить и что-нибудь поймать. Чао, крошки. Ням. Толя, она маленькой приманки вообще клюет что-нибудь? Клюет что-нибудь маленькое. Ну, серьезно, там на 5 дюймов есть шансы поймать? На 5 дюймов, да, есть шансы поймать, но этот судак будет не больше полтора килограмма. Это новая ворона, в каких размерах ее раньше не было. Женька фаната ворона. Да. Ну, посмотрим на чем. Эта приманка. Он же приятного видит. Съел бы ее. Как съешь? Что ты делаешь, Жень? Что это такое? Это крем, жена купила, не знаю для чего это. От прыщей, видимо, не знаю. Он так плюется. Не, ребят, без шуток, температура 35 градусов, на солнышке сгореть можно моментально. Особенно на воде. О, пасть. Какой у меня друг заботливый. Вот. Не, я на самом деле, ну, редко мажусь. Но нос, уши. И вот здесь вот чуть-чуть под глазами, потому что это первое, что сгорает. Мы, кстати, когда в начале июня приезжали, это вот, вы смотрели эту передачу? Вот этот товарищ меня вытянул. На пару дней, говорит, полетели в Астрахань, рыб походили. О, две недели. Засел. Ты две недели в Астрахань протусовал. Классная передача. Спасибо. Ну, ты, блин, насколько мы классно отдохнули. Это долгое. Ну, так две недели отдыхали. Слышишь, две недели. Полтора часа, две недели. Да, не стали монтировать это все на какие-то части разбивать и все прочее. Порезали как могли. Но, реально. Толь, ну-ка, проясни ситуацию. В комментариях начали писать, чего вы нам затираете? Нерестовый запрет ловить можно в населенных пунктах только с берега. Нет. Ловить можно как с берега, так и с лодки. То есть, предварительно перед нерестовым запретом я ездил в рыбнадзор, где, соответственно, мне сказали, что вы должны ловить только в пределах населенного пункта. Так что, ребята, можете ловить в пределах населенного пункта, и рыбы инспектора ничего вам абсолютно не заединить. Неважно, с берега, с лодки, хоть с подводной лодки. Неважно, да, абсолютно. Главное, граница населенного пункта. Это было точно сказано. Так что, парни, не надо нам там, ну, вот это вот навязывать в комментариях. Ну, опять же, это касается Астраханской области. Если говорить про Волгоградскую область, то там четко прописано, что можно ловить только в пределах населенного пункта и только с берега. В Волгоградской области. В Волгограде, да. В Астрахане совершенно наоборот. Вот, так что информация сотка. А сейчас мы что, выдвигаемся, заводим мотор и мчимся ловить вот таких судаков. Толя! И зовется! Второй раз! Ничего не знаю, снимай одним кадром. А все, зовется. Жарко ему, наверное. Такой яхт-клуб. До него из аэропорта ехать буквально 10 минут. Но на самом деле, Толя нас в прошлый раз встречал вот прям в этой гостинице. Буквально выходишь 50 метров в берег. И прям там мы прыгали в лодку. И это, по сути, Астрахань. Город. То есть можно никуда не ехать на базу. Есть, конечно, момент, то, что какой-то природы чего-то не хватает. То есть вокруг всякие граны, сооружения. Вот. Но... Тут уж вам выбирать. Но самое главное, в городе течет Волга. Волга большая, глубокая, с корягами. И если говорить с точки зрения поимки трофея, особенно по судаку, здесь шансов больше. Если хотите в количестве, это больше раскатная часть, там и природа. Поэтому выбирайте, что вам по вкусу. Рыбалку Анатолий организовывает на катере Allemacraft 195-й. С мотором Сузуки 175 лошадей. Здесь установлен GPS-якорь, структурник. Да и, по сути, в лодке есть все необходимые приманки и снасти. Но мы прилетели со своими. Взяв небольшой набор приманок и крючков. Но при этом не брали свинцовые грузики, чтобы не тащить лишний вес. Но самое главное, я взял с собой любимый спиннинг. Это Nissin RS Ecstasy, который я тестирую уже с осени. И могу сказать, что в моем арсенале это, пожалуй, самый универсальный спиннинг. Его разрабатывает магазин Spinning Guard совместно с японским брендом Nissin под российский рынок. И уже скоро он появится в продаже. Вот смотри, приезжают к тебе люди, которые ни разу не ловили рыбу. Да. Вот что ты сделаешь для того, чтобы они поймали? Ну, я их сначала обучу, покажу, как необходимо ловить рыбу, как необходимо подсекать. Поставлю самые очень мощные, очень острые крючки. Для того, чтобы даже маленькая их подсечка давала возможность им поймать, пробить рыбу и вытащить ее в лодку. Слушай, у нас тут была дилемма. Насколько это нормально? Если у гида клюет, передать спиннинг клиенту, который еще не умеет подсекать, но чтобы он прочувствовал вообще кайфовоуваживание? Ну, я считаю, это надо. На самом деле, это надо. Чтобы человек понял, как необходимо отпускать фрикцион. Как понял, почувствовал именно повадки рыб. Потому что рыба, она же по-разному вываживается. То есть, если щука, она подлетает вверх и может делать свечку, то судака, он в основном давит вниз, особенно если крупный судак. Поэтому любой начинающий рыбак должен уже изначально, спустя какой-то там 2-3 рыбалки, понять, что клюнуло и как необходимо с этой рыбой бороться. Да, но в любом случае, ребята, подсечку за вас никто не сделает. То есть, именно поклевку... Смотри, просто вот... Классика, покажи пальцы. Я не знаю, отсвечивает или нет, но прям я их четко вижу. А вот мелкие... Мелкие судачки. Мы сейчас встаем на коряжку и будем ловить рыбу с коряжки. Ударил. А вот это... Нет. Что-то некрупное. Но опять это была какая-то не поклевка, а фиг пойми чего. Вообще он снизу, по-моему. Мульк, ребят, ну вы видели. Короче, 300 грамм судачок. Толя. Это не тот. Не-не-не. Не-не-не, Толь, но это что было-то? Парни, прилетайте, короче, в обед выходим на вечерку. Ты как сказать, я их все растягиваю? Ха-ха-ха-ха. Не, фотки мы, конечно, видели. Ну ладно. На 65 такое такая рыбина. Ну да, не, ну, ребят, ну вот здесь вот, реально посмотрите. Вот раз, клык. И вот два. Это был первый контакт с рыбой. Два с половиной сантиметра точно между ними. Ну, то есть сколько я ловил судак, ну полторашка, у него там сантиметр от силы между клыками. Здесь? С поклевкой? А? Да, с поклевкой. Он левее от лобки. Нормальная рыба. Подсак? Да, я думаю, сам такой. Ну так, наверное. Подпуск. Нет. Ну судак. Да. Полтора хода. Ну это уже хорошо. Под лобиком с левой стороны получается. Вот. А вот иначе. Первый зачетный судак. Да, да, да. Значит, время, ребят, 7 часов. К сожалению, не 6. Ну полтора часа мы на воде, было несколько невзрачных поклевок. Клыки были достойные. Ну вот, первая рыба. Да, первый красавец. И есть. Так что у нас еще есть время. Пару часов на вечерку. Ждем, когда судак расклюется. Ань? Какого? Все. Свобода клыкастом. Ой-ой. Женя. Ты что делаешь? Это малыш какой-то. Короче, ребят, ситуация такая. Мы ловим там на приманке 6,5 и плюс. А Женька сказал, да ну вас нафиг с этими трофейными судаками. Я поставлю чуть-чуть поменьше и буду ловить. И буквально там вторая или третья проводка. Пожалуйста. Пожалуйста. Ладно, что хотя бы поклевочку. Покажи. Ну такой себе. Незачетный. Ну понятно, что незачетный. Так у тебя две поклевки было. Ну а приманка что у тебя? Четыре дюйма? Четыре с половиной. Покеж. Фряп. Фряп. Фряп, фряп. И в общем, ребят, на сегодня мы будем заканчивать рыбалку. Вот. Вот эти три часа принесли нам пару рыбок в зачете. А одна нормальная. На нормальную приманку. На маленькую. А, не, почему три? Да, три. Короче, были еще поклевки. На маленькие приманки клюет больше, но судак мелкий. Трофейного судака мы не достали. Поэтому мы сейчас идем отдыхать, спать. И с утра пораньше выходим в правильное время. Как говорит Толя, нам нужно было приехать и ловить где-то с трех до пяти вечера. Проверенное время, когда хороший судак клюет. А мы начали ловить где-то часам к шести. Сейчас время полдевятого. Даже три часа не ловим. Два с половиной. Есть какая-то легкая усталость от этого всего переезда. Но если бы были поклевки... Ну, рыба-то что делает? Издевается. Что за всплески, блин? Вот так стоишь слева-справа, что-то происходит. Ладно, в общем, мы не будем упираться. Сейчас поедем заселяться в гостиницу, отдыхать. Что-нибудь покушаем, какого-нибудь супчика хочется. Вот, пару рюмашек пропустим. Спать и в шесть утра выходим на воду. Так что, увидимся завтра. Что, прям клюнул? Да так. Большой вопрос. Толя скромный. Мы ждем этого, блин, судака, когда он включится. Представляете, ребят, когда вы видите в охолоте реально ни одного, ни двух, ни трех, а минимум кучки от пяти судаков, и ты в них кидаешь, а они, падла, молчат. О-о-о! Так, ребят, ну что? Судачок в лодке первый. Мы проспали утреннюю рыбалку. То есть мы были готовы выйти где-то в полдесятого, но не пошли в жару. Вышли с обеда, с двух. Потому что где-то с трех до шести, по идее, самый пиковый выход. О-о-о! Какой страшный. Да. Сейчас время полчетвертого, чтобы мы понимали. Приманочка. О-о-о! Ребята! Прикиньте, ну реально я говорил с трех до шести выход Женя вообще шпарит. Так, 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 ребят. Блин, я хочу сам бежать ловить. Реально ловили, наверное, минут тридцать. Видим судаков и представляете себе картину? То есть ты в охолоте видишь ни одного, ни двух огрядки от пяти, шести, семи судаков. И это прям, ну, хорошие судаки стоят, но он не клюет. Ну вот сейчас Толя поймал, Женя тащит. То есть что-то, походу, начинает включаться. То есть не зря мы под кондиционером-то в обеденное время самый сын-цепёк провели. Я же сказал, что теперь ближе четырёх часам. Ну давай. Ну давай. Жень, там что-то нормальное. Что? Жень. Да, у нас всё нормально. Там нормально, а? Да мы как бы видим. Я пока его не видел. Хо-хо-хо, да нормально тавит. Так, мы готовы его встречать. На пятидесяше стекло. Малка? Да. Опа. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Женька! Хорош, вообще! Ну там трёшка, наверное. Ну вот, распутывай сам дело. Давай, Женька! Толя, подпомоги, пожалуйста. Нет, ну ты серьёзно, ты скажи вот это вот. Ну типа там трёшка. Блин, ребят, ну скажите вот там какой-нибудь лайк, коммент, что он зажрался. Просто вот эту судачину, которой безум стоит там. Говорит, ну так, говорит, трёшка. А ты красавчик, ну такая под трёшка, два с половиной вообще верняк просто, офигенный судак, поклёвка как была Жень? Прям с ударом? Прям вообще. Вмолотил? Прям, прям вмолотил. Рассказывай, как там проводил, подсекал и всё такое. Небольшой, но хороший. Слушай, это офигенный судак, Жень. Я прям тебе по-доброму завидую. Ребят, парадокс. Приманка. Сколько это, Жень, размер? Четыре с половиной. Четыре с половиной. То есть на неё клюнула трёшка, Женька такой упертый. То есть я вам часто говорил, что, слушайте гида, гид говорит ловить на большие приманки. Женька говорит, не, нифига, я попробую вот эту там свою. Ну вот реально, четыре с половиной и судак трёх. А полторашка клюну? Показывай. Ну вот, чтобы вы понимали, да. Сколько дюймов? Шесть, наверное. Такая мясистая. Да, это. Вот так бывает. На самом деле, ну реально надо экспериментировать. То есть большие приманки не по-настоящему. Причём полторашка она такая с подвисом, как бы невнятная поклёвка. А у Женьки полотилок здоровый. Такой вот этот судак. Жень, мы поняли как бы по приманкам? Скажи, пожалуйста, что у тебя за плетёнка? Я не знаю. У меня тут какая-то проблема. Ты нащупал коряжку, Жень? Эй, эй, эй. Ты серьёзно? Попробуй. Погоди, это сколько? Двушка или что это? Я не знаю, полторашка. Так не может быть. Да ну, блин. Он сейчас лодку стачит. Да ну, нахрен. Либо ты просто мастерски нас троллишь. Я что-то тащу там. Она двигает. Это судак, Жень, на пятнашку. Корягу тащишь там. Судака на пятнашку. Да, да, да. Смотри, как оно. Дай я попробую. Может к мотору приезжали? Погоди. Ещё попытка. Женя тащит судака. Порвался. Сошёл, да? Да. Хороший был. Хух. И вот очередной судачок. Правда не с такой сильным поклёвки. Немного прижал, но он сейчас мало активный. Чё-то было какое-то непонятное шевеление. Как будто по бровке подкатывалось. Он сейчас ударивает. Жень, ну что опять происходит? Не знаю, не мелочь какая-то на самом деле. Сейчас как оживёт-то. Вначале ты сказал, что там что-то хорошее. Золотое время, ребят. В очередной раз показываю. Без 5-4. Нет. А, успел! Я видел прям как приманка вылетела. Да нет. Ну слушай, ну нет не нет, а это как бы честная полторашка. Ладно как клюёт. Хочешь поймать рыбу мечты? Да так, чтобы затея не доставила хлопот. Представь, ты приезжаешь на водоём, а там тебя ждёт профессиональный гид. Оборудованная лодка, комплект снастей и водоём полной рыбы. Ты будешь удивлён, но это реально. Заходи на портал рыбалкосгидом.ру, выбирай гида в удобной тебе локации и отправляйся на рыбалку мечты. Ну и где ты? В Астрахань. В день рыбака. Да. Московские рыбаки поймали садака на 15 килограмм. В Астрахань зашёл с моря бешеное стадо 15 килограмм. Судаков! Неожиданно. Сговорю. Да, поклёвка говно, но рыба-то ничё в принципе. Пойдёт. Мы конечно не пятнашка как мы стояли мечтали. Полторашний. Кайфец! Я счастлив. Дай петелю. стояли что-то болтали мечтали уже под лодкой где-то там ждешь 15 секунд когда он упадет вот тут черепойка раз а там он есть в общем ребят воду такой чуть за килошник кило двести почетный взрослый нормальный судак до перестали наловить на крупные приманки к четыре с половиной ралочка оворона и не знаю почему а пару дней назад хотел только крупные приманки сейчас так кайф так толь ну чё опять происходит вот лежит же подсадь для вас астраханских гидов полторашка двушка все там брать этот вообще редиска да там трешка горит какая-то фига вы зажрались я ну мы хотим 5 6 5 6 наша цель надо каждую рыбу ценить согласен нам унискаем трофей не клюнет он такой чуть за обращение и отпускаем рыбу все все рыбу отпускаем конечно вы сами сейчас наглядно да но на самом деле пару судачков мы взяли но есть у нас до 1 идейка чё творит этот парень просто сидя он там в дугу вообще было так трешка обычный это непонятно что может пристелить выстать не сточу но не пострашу бы ее все чё вставать слушай а нормальная рыба-то она давай туда выводила ну-ка только показывай чё там не покажу ну пожалуйста хорошее колючко подписывайтесь на канал ставьте ваши лайки комментарии короче вот так вот ребят а рыбалка в астрахани отпускаем рыбку все ушел ну чё же ну это вообще так несерьезно да не так я вообще не понимаю как человек может сидеть ловить с таким хмурым лицом развалился ух ёб хорош нас тролли ты видел это нет у меня просто спиннинг туда пошел короче он поймал какую-то секретную проводку горизонт приманка ну я понял давай выкинем его из лот ну типа еще одну поймает и все дальше точно надо выкидывать давай пятеру вот это было сейчас очень прикольно мне первый раз такое что не тюк погнал я не хочу ну это хорошо прием что вставать анна поклевна слушай а нормальная рыба то она давай туда выводи ну так себе да двуха нет полтора непонятно непонятно кто это сюда ключ пока не видно это шерик это ядь нет голавый ребят я разбираюсь в рыбах это голавый сок усы есть какие усы есть все там есть нет это вобла астраханская вобла а вот она какая значит ага уся что опять вот эти приманочки какие то пошли что это такое Женя не скажешь на такие тыч секретная приманка swing impact в каком размере не fat 4,3 разве такие бывают 4,5 так ребят после вечерней рыбалки короче стемнело мы приехали в ресторанчик угадайте как он называется пока я иду к нему ресторан щука хотя мы ловили судака погнали говорят здесь очень вкусно и душевно а девушка у вас какие самые красивые столики или нас уже ждут пройдемте большой плюс рыбалки в городе что вечером можно вкусно покушать в ресторане если окажетесь в астрахани и любите рыбные деликатесы то очень рекомендую ресторан щука еще у них есть в этом же здании небольшой но очень комфортный отель в непосредственной близости от воды вот правда свободных мест в сезон там практически нет но на всякий случай оставлю ссылочку в описании возможно вам повезет спустились из отеля на рыбалку здесь короче такая картина стоит лодка вот пирс вот Толя гид Женька и Карим а лодка там в чем прикол я не знаю мне кажется она в своей жизни живет я вроде здесь привязывал да мы приходим а она там но на самом деле лодка то хочет уже рыбу ловить а мы немножко задержались помните говорил да с трех до шести самый клев время пол четвертого такие мы рыбаки ну ничего мне кажется на пару часов мы выйдем и сейчас что-нибудь влупим чтобы вы понимали жара 38 градусов сегодня и опять мы не отчаялись на утреннюю рыбалку представляете в номере спит кондиционер так кайф вот а еще сегодня кстати день рыбака в Астрахани в смысле всероссийский день рыбака так что вас прошедшим но и праздник вот да поэтому у нас есть на самом деле желание может быть мы сейчас отловимся и пойдем в город погуляемся посмотрим потому что ну реально в Астрахани день рыбака как говорят ребята вообще весь город отмечают там конкурсы где-то уходит там кормить готовят вот если останется время короче поедем посмотрим а сейчас мы погнали ребят я не знаю вообще что происходит то ли снова с подсаком отмечаем день рыбака наслаждаемся солнышком Женя в этот момент творит какие-то чудеса вот прям чтобы вы понимали да время пять часов а больше трехи больше конечно это хорошая рыба охренеть ну давай твои ощущения Женя это здоровая самый крупный судак которого ты ловил на джек это то есть ты уверен что это судак это сто процентов блин ребят это вообще феерия Толя аааа ты хорош аааа аааа день рыбака это шестер точно день рыбака ну то есть это не какая-то трешка да? это не какая-то трешка шестер Not красаваааааа не сделал ли это? в день рыбака речка дает хороший трофей мне аж прям весит не давай А мы зрителю-то еще не показали, то есть нам примерно на слово верят пятеры, шестеры. А мой? Толь. Нормально он там не мешает? Ну давай, что, показывай. Зритель-то еще не видел. Ну подожди, подожди, не поднимай, скажи. А твои ощущения, глазомер чего говорит? Ну, за пять точно. Так, погоди, у тебя есть электронные лодки? Да, есть. Женя, посмотри, твое мнение, давайте, ну, прям. Я думаю, что шесть с половиной. Шесть с половиной? Жень, смотри, какая харя. Погоди, да я нахну на круг. Ребят, мы его вам пока целиком не покажем. Такие зубики вообще нормальные. Ну давай, что? Вот это машина. Я включил шерик, погоди, он сейчас влез. Охренеть. Ждем рыбака всех. Женька, поздравляем тебя. Чувак, ну это шесть с половиной точно есть, да? Наверное. Блин, ну да, где-то так. Жень, расскажи, на что поймал. Там, в пасте. Смотрите, в пасте. Не, на самом деле, это очень характерная история, то есть вот таких судаков ловят на здоровые приманки. А Женя сказал, идите вы в жопу со своими приманками, я вот свои что-то купил и буду ловить на них. И он нас удивляет второй день. Дай мне там этот. Офигеть, это надо сфоткать, ребят. Не, вот сфоткать. Вот они. Ё-моё. Ну это за пять. Это моя ставка пять восемьсот. Я же сказал, нужно за пять поймать. Вот она, ребята. Да, я говорю, вот просто, чтобы вы понимали. Типа четыре с половиной. Кстати, да, своими руками другу снарядил приманку. Мне кажется, что сейчас... Да он тяжелый. Ты счастлив уже? Да. Карим, ну я тебе говорю... Наша космическая столица, приезжайте к нам. Да. Приезжайте к Анатолию. Ко мне. Ну наконец-то ты хоть в гости начал людей звать, а то все эти скромности. Да, да. Ром, ты ловить не будешь? Блин, ну... Я на самом деле, вы не поверите, но я получаю нереальное удовольствие, находясь в лодке и вот просто наблюдая, как это все происходит, а у нас идет удовольствие. Тих-тих-тих-тих. Вася ребят, прежде чем взвешивать длина? Ну... 78. Ну ладно, ребята, вы как думаете, какой вес? Ваше мнение. Быстренько, быстренько отпускаем. Погоди, погоди, погоди. Вы уже видите вес? Да ладно, я на килограмм промахнулся. Из-за жары вся рыбалка у нас происходила с трех дня и до восьми вечера. Правда, после шести вечера клев как обрубал. По сути, все рыбы были пойманы в трехчасовой промежуток. Реанимируйте еще минут 15. Давай, давай, давай. Смотри, считай, до пяти он там сам дерлится. Раз, два, три, четыре. Ребята, наш судак жив и здоров и он пошел. И кто вот сейчас поверит? Короче, он нам махнул и говорит, ребята, сломали руку. Ситуация такая, быстро не ушла. Минуты, наверное, три-четыре мы его держали. Телефон на жаре перегревается. Даже Карим сменил Толю, потому что, да, как бы следующий, иди туда, реанимируй. Вот, он ушел. Мы его, честно, отпустили. Можете не верить, но мы это сделали. Мы его отпустили. Мамой, клянусь, мы его отпустили. А, честно, окут. Дернул. Ну, он, на самом деле, да, он стоял, стоял такой, как бы, ну, чувствуется, он вроде нормально стоит, но прям не уходит. И в моменте он прям... Да, крови ел было, и все было нормально. Дал жару, и Карим не удержал. Да ничего страшного, пришел, и самое главное, будет жить. Кому-то, может быть, из вас он еще попадется. А теперь мы постараемся поймать. Семь с плюсом. Да, и вы посмотрите, кто первый уже снова ловит. Наш чемпион! Давай, Жуик. Мы в тебя верим. Сколько оборотов? Ну, оборотов. И сколько падает? А он клюнул там на выбросе, где прям быстро падал, или на зависании ближе к лодке? Пауза сколько была? Пять, семь, десять секунд. Сколько? А удар хороший был? Да, в огонь. Прям вколотил? Разговорчивый наш, рыбак. А чё, чё не веселый такой? Ну, представляете, вот как с другом ездить? Сидит такой, короче, там всё там полчет. Только просто в моменте рыба. Даже не говорит. Просто такой, подсак, ребята. Оп-оп, подсак. Чё, засмущали мы тебя? Ха-ха-ха. Открой ты речь. Давай, Женя, сей с плюсом. Ну, Жень, передачу надо делать. Как бы, кто как не ты. Да. Если ты будешь ловить, я тоже пойму. Да как ты? Только снимай это, помогай. И не успеваешь ловить. Друзья, спасибо за просмотр. Извиняйте за качество. Снимал сам на телефон. Так что, как получилось. Ну, а если захотите на рыбалку с Анатолием, ищите его контакт на портале рыбалкосгидом.ру или в описании к этому видео. Спасибо. Всем пока.